Представители около 20 предприятий-перевозчиков собрались в круглом зале горосполкома, чтобы обсудить проблемные вопросы безопасности и качества перевозки пассажиров. Для организаторов диалога, а это межрегиональная ассоциация перевозчиков, главное выработать дорожную карту, улучшив ситуацию для всех заинтересованных сторон. Основной вопрос, который мы поднимаем на сегодняшний день, это повышение безопасности на рынке пассажирских перевозок. На сегодняшний день в Республике Беларусь все-таки автомобильные перевозки занимают лидирующую позицию и они оказываются источником повышенной опасности, в связи с чем ему нужно уделять таким перевозкам больше внимания и больше тем поднимать для рассмотрения. В первую очередь для пассажиров важна безопасность и комфорт в дороге. За соблюдением требований безопасности следит госавтоинспекция. С начала текущего года на территории Брестской области с участием водителей автобусов и маршрутных транспортных средств уже зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. За систематическое нарушение требований правил перевозчик может быть привлечен к ответственности и лишен права оказывать транспортные услуги. Контроль за этим ведется. Создана комиссия по безопасности автомобильных перевозок пассажиров. Эта комиссия работает как в городе Бресте, так она работает и по маршрутам, которые идут по пригородным направлениям, междугородным внутриобластным и междугородным межобластным направлениям. Если анализировать по тем нарушениям, которые в настоящий момент имеются и основное количество, говорить, процентное соотношение, это, конечно, вопросы превышения скоростного режима, это вопросы и непристегивания ремней безопасности. Некоторые перевозчики сетуют на отсутствие жесткости наказаний за нарушения. Вы говорите, что есть проблема с перегрузом. Но вы же сами сделали так, что на первый раз вы за это грубейшее нарушение даете предупреждение водителю. Хорошо, на первый раз дали предупреждение, но второй должен на разные штрафы. 10 базов. Но с другой стороны, сетующие тут же поправляются. Нельзя терять кадры и слишком жестко наказывать. Как было отмечено, общее число частных перевозчиков неуклонно снижается. По сравнению с 2018 годом, с 420 до 360 единиц подвижного состава. Были озвучены и другие проблемы. Например, разъезд на остановках. Бульвар Космонавтов. Вы видите, маршрутки все время закрывают автобусы. Я говорил правильно. Опять же, бульвар Космонавтов. Остановка университета. Тоже недавно была реконструкция. Абсолютно недавно. Почему эту остановку сделали прямо вот решиводной и сразу остановка? Бульвар Космонавтов, где 100 автобусов и 15 маршрутов ходит. Ну, это я так. Как на эту остановку попасть? Госавтоинспекция, сотрудникам которой и адресовались многие вопросы перевозчиков, замечание пообещала учесть. Но решение глобальных вопросов потребует времени. А что думают сами брещане? Удовлетворяет ли их транспортное обслуживание? Мы живем в Тельмах. У нас очень плохое транспортное сообщение. Только маршрутные такси ходят и 32-й. Хотелось бы, чтобы что-то раньше ходило из Тельма. Что-то позже приходило в Тельма. Потому что лично я работаю в городе. И хотелось бы, чтобы лучше транспортное сообщение было. Водители иногда, согласно своему графику режима, не успевают. Маршрутчики именно. И где-то быстрее едут. И прям страшновато бывает. А если у них, вот как сегодня мы ехали, прекрасно, он успевает, никого не догоняет, то вполне комфортно ехать. Не очень часто, но отлично. Меня устраивает, как говорится. Отрадно, что большая часть поездок жителей Бреста проходит без замечаний. Создать комфортные и безопасные условия для перевозчиков и пассажиров – общая задача бизнеса и власти. Первый шаг – диалог. Для этого сделан. Роман Аншиц, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».